всем привет поговорим про интервальные тренировки вчера у меня был эфир на эхе москвы можно посмотреть вернее послушать этот эфир у меня в контакте на стене там наверное ссылка должна быть я уже перекинул это и в контакт закачал и в саундклоуд то есть там это можно самки послушать все вот но как всегда в таких эфирах когда приглашают высказать эксперта мнение эксперта нам случае был я да вот там все очень быстро происходит потому что просят осветить очень большую тему а я по-другому не умею да именно для меня любая тема большая если это не конкретный маленький вопрос задавая одновременно кучу вопросов на которых однозначного ответа быть в принципе не может вот поэтому я решил рассказать вам сейчас более подробно тесно солнце падает свет прикольно в сиреневом даже вот но лучше конечно для начала послушать эфир который был для того чтобы понять о чем там вообще была речь вот или нет вот и там шла речь о том во первых был вопрос о том что такое интервальная тренировка ну типа это новомодный тренд и вот тем кто хочет там быстро похудеть вот это вот замечательно подходит как мы бы есть мод на кроссовки на спорт одежду так есть мода и тренды на различные методики вот типа это новомодная методика так как лето и самый длинный день в году вот сегодня а вчера он должен был быть завтра завтра который вчера было это сегодня как говорил и великий думатель кличко сегодня завтра сегодня будет вчера ну так вот и значит надо быстро похудеть вот подходит для этого и там интервальный тренинг и вот просто сказать что скажет по этому поводу эксперт пыр-пыр восемь дыр что такое значит интервальный тренировка ну во первых это не новомодный тренд это на самом деле вполне себе давно существующие методика и интервальные тренировки существовали давно новое в данном случае в данном случае конкретном это хорошо забытое старое ничего здесь такого особенного нет то есть интервальный тренировка это метод сам тренировки и чередуются два типа нагрузки делается значит интервал с высокой степенью нагрузки это в зависимости от того какой а какое качество тренируется если я работа на качество то есть либо на силу либо на скорости взрывная работа в течение от 10-30 секунд иногда до минуты и даже больше бывает это для подготовленных уже вот а потом идет интервал как бы восстановление вот на самом деле это идет интервал низкой и интенсивного или средне интенсивного аэробного тренинга то есть получается что у нас идет интервал анаэробный с пиковой нагрузкой и потом идет интервал аэробные с не очень высокой нагрузкой вот так это выглядит и во время второго вот этого вот аэробного мы должны как бы восстановиться ну так вот тут очень важно понимать что интервальная тренировка она не может заменить человеку тренировку обычную линейную потому что она конечно намного мощнее если человек к ней не готов то в принципе ну со спортом не дружим то начинать с нее никакого резона нет и поэтому для жиросжигания как такового особенно для тучных людей смысла нет здесь это хороша программа для сушки тех у кого уже хороший рельеф хорошая мышечная масса хорошая подготовка уровень подготовки высокий и вот тогда такой человек такую тренировку может выдерживать реально то есть прям реально а человек который же не готовы только собирается начать заниматься не стоит выбор там это на велосипеде кататься начать или бегать и он еще не знает чем а у него там килограмм 40 или 20 или даже 5 там избыточной самой массы и он никогда серьезно спортом не занимался интервальный тренинг он просто не потянет он его не выдержит потому что видите здесь нет такого как некоторые не понимают интервальный тренинг это сначала тяжелая работа а потом типа легкая поэтому я там иду пешком спокойно там еле-еле там душа в теле по стадиону круг а потом 50 метров ускорение делаю и это вот интервальный тренинг не полной мере а смотри трусцой пробежал не этот не будет интервальный тренинг хотя сейчас мы вернемся к тому что для некоторых категорий лица может даже и такая нагрузка быть интервальным тренингом оказаться вот здесь все-таки этот метод подготовки больше подходит для тех кто спортом как я говорю уже подружился и хочет развить свои функциональные качества скоростные силовые скоростно-силовые выносливость и так далее но если она подходит как нельзя лучше это в этом плане лучший метод сантренировок поэтому не зря его функциональной подготовки используют профессиональные спортсмены но не для профессионалов это тоже годится только с поправкой на то что не надо стремиться к большим рекордам вот по поводу жиросжигания да я сказал там вчера в эфире что в плане жиросжигания это тренировка эффективней да но нужно понимать что никакие тренировки как таковые не сжигают жир это надо понимать жир сжигает и дефицит калорий и все калории есть жир утилизируется а протоколы тренировок различные просто помогают создавать быстро и в нужное время дефицит сантренировки калорий сопровождает сопутствующими факторами к такими как выброс гормонов определенных вот запуск определенных сантренировки процессов которые помогают утилизации калорий поэтому смотрите если перед тренировкой нажраться сладкого да то как бы мы не запускали жиросжигания но не запустится до тех пор пока в организме не будет утилизирован не будут утилизированы значит углеводы которые мобилизовать намного легче чем жир поэтому если на тренировку пойти нажиравшись углеводов быстрых или медленных но на с кардио тренировку или там интервале тренировку для жиросжигания ничего не будет это качество вы тренируете выносливость силу до жиросжигание же не пойдет жиросжигание запускается при дефиците при дефиците калорий которые быстро взять неоткуда то есть гликогенный сяк сахара что ушли все и вот остается выбор либо мышцы жечь либо жир жечь запускается сжигание и того и другого в принципе поэтому в данный момент можно например в процессе тренировки чтобы не сжигать за мышцы подпевать бциашку например да но и все равно если вы правильно выстраиваете за на тренировку сейчас мы дальше дойдем до частоты сердечных сокращений то начнет утилизироваться жир по любому а мышцы будут тоже с конкуртилизироваться но не в такой степени как это могло бы быть при неправильном самих тренинг так вот а протокол интервального тренинга замечательно подходит для жиросжигания больше чем а тем остальные виды более того если при линейной тренировке то есть при обычном это там ровном беге быстром даже беги так относительно когда дыхание ровное все ровное пульс выходит на определенный уровень и постоянно в нем находится запуск жиросжигания как правило происходит после получаса от начала тренировки и в этот момент на тренировку продолжать то есть вот то что идет больше получаса то как раз и потенцирует увеличивает жиросжигание если вы побегали только полчаса либо на велосипеде проехать то вы только запустили процессы как только вы закончите он по инерции продлится еще минут там 15 10 ну сколько-то еще и все и он остановится поэтому тот то что сверх получаса вот то как раз и уже сжигает жир прикол а при линейной кардио тренировки при интервале сам таки тренировки запуск перекисного накисления липидов запускается быстрее но тут есть масса причин не буду даваться в тонкости физиологии но просто даже если вот мы рассматриваем просто дефицит сам медикалорий то создаются быстрее потому что интервальная тренировка интенсивнее чем обычные линейные вот и в ней но то адаптивность достигается как бы намного хуже потому что при линейной тренировке компенсации она быстро возникает особенно у тренированного человека то есть у него быстро соперестраивается дыхание перестраивается тонус сосудов перестраивается сердечный ритм и он выходит на оптимальный оптимальный режим сом и тренинга перестраивается работа мышц они выходят на такой уровень когда они могут экономить энергию при совершении той же самой работы при интервальном тренинге такого не происходит на к организма а ну то обманывается он то напрягается по полной мере как только можно то расслаблять это анаэробная нагрузка то идет аэробная нагрузка ну вот поэтому здесь по-любому тратится калорий а больше потому что приспособиться он как бы не состоянии не получается и поэтому он работает слегка не не может выстроить свой оптимальный энергосберегающий режим и поэтому сам тратит на работу и больше соответственно сахара все быстрее на утилизируются гликоген утилизируется быстрее и все мы выходим на тот самый момент когда начинается перекисное окисление гилипидов то есть начинает сжигаться жир вот прошу прощения такой кусок дороги у нас в иваново висел даже плакат на въезде осторожно в городе очень мало асфальта какие-то спранкеры повесили вот дальше поехали и на второй момент и после интервального тренинга а вот просто как мы закончили тренировку процесс жиросжигания продолжается больше не есть 15 минут а длится до часа и даже 2 потому что вот такой вот значит обмануты дерганями такими как организм когда мы вот вот так вот надергали туда-сюда прошу прощения тут опасная ситуация была пешеход ломанул вот он просто не понимает а будет ли сейчас что-нибудь дальше продолжаться или не будет то есть когда мы линейно тренировались и просто прекратили заниматься он просто по на все закончилось и быстренько свернул все свои процессы и вернулся к исходному уровню когда мы его на протяжении часа или хотя бы полу часа дергали туда-сюда он офигел не в состоянии понять а а будет ли продолжение потому что только-только ему как отдыхать дают вроде бы он фигак снова нагрузку дали только он нагрузился перестроился другой режима ему дает отдыхать вот он такой надерганный понимает что происходит и поэтому вот эта компенсация которую он вообще пытается применить и который у него не получается а вот эти качки они продолжаются дальше на протяжении часа и даже более и жиросжигание продолжается дальше но я так какими очень непростыми но тумазрительными терминами на пальцах объясняю все но суть в общем-то такова поэтому смотрите интервальный тренинг чем хорош быстрее начинается жиросжигание и позже заканчивается то есть мы расширяем диапазон диапазон рабочего времени при котором это все происходит но есть одно но тренировка должна быть адекватная то есть это не халявная тренировка когда чуть-чуть пробежал потом долго прошел восстановился полностью нет здесь важно понимать что в на протяжении всего тренинга должна сохраняться определенная частота сердечных сокращений причем она меняется да когда мы сделаем интенсивную нагрузку она должна вот эти 10 30 секунд чсс но частота сердечных сокращений должна быть практически пиковая максимальная от своего рабочего диапазона который человек может выдержать тут уже зависит от уровня тренировки от возраста от массы тела это можно по таблицам посмотреть то есть таком-то возрасте при такой-то массе тела при таком-то росте это это сложные таблицы простые просто по возрасту значит частота сердечных сокращений при максимальной нагрузке не должна превышать там условно говоря там для какого-то роста сто шестьдесят ударов за минуту вот при пиковой нагрузке надо выходить на этот режим и его стараться не не переходить через него а то можно уже там начать с закисливать сердце миокард а сердце не ну как отдыхает в она же бьется всю жизнь если вы закислили мы что она болит у вас в отдыхе и далее и все прошло то сердце не может отдохнуть так остановиться там это денечек отдохнуть и потом дальше пойти да ну вот поэтому закислять миокарты не надо и вот поэтому выходить за пиковой и запиковый чсс не нужно ни в коем случае вот посему значит доходите до этого пикового сокращения в этом плане вам помогает контролировать это все определенные гаджеты пульсометры которые могут быть со временем вы так научитесь это чувствовать просто положили на арте и руку уже знаете что а вот такая частота даже часы не нужны вот все это легко достаточно а вот во время низко интенсивного тренинга который как бы перерывы которые как будто бы отдых частота сердечных сокращений должна сохранять сохраняться в рабочей кардиозоне не ниже нижнего порога жиросжигания это тоже по таблице смотрится кардио тренировка с какого начинается там уровня частоты сердечных сокращений например при том же возрасте начинается со ста двадцати то есть получается что при пиковой нагрузке вы должны работать на 160 ударов за минуту эти вот 30 секунд свои а потом две минуты делать какую-то нагрузку чтобы у вас частота сердечных сокращений вернулась желательно как можно быстрее вот этой вот нижней зоне при которой еще сохраняется кардио нагрузка то есть до 120 там ударов за минуту вот и вот видите вся тренировка то получается интенсивно так бы вы бежали бы всю дорогу бы при линейной самой тренировки при 120 при 130 ударах за минуту а так получается что вы занимаетесь у вас 120 ударов за минуту идет как обычно при линейной тренировке а при пиковой нагрузке вы увеличиваете то есть поэтому тренировка одна другую заменить не может интервальная тренировка на более высоко интенсивно я вот а теперь вернемся к тому что если люди никогда не занимались вообще никогда не тренировались могут ли они заниматься таким вот интервальным с тренингом да могут принципе потому что адекватный уровень нагрузки можно подобрать довольно легко для того чтобы достичь вот этой и за пиковой частоты сердечных сокращений как это сделать но так вот толстяка например который только начал заниматься достаточно просто быстро пройти или сделать несколько приседаний все у него там зашкаливать пульс будет она нужно чтобы не зашкаливал а потом спокойно пройтись пешком и у него только концу второй минуты восстановится частота сердечных сокращений вот до нижней границы к той кардиозоны где начинается жиросжигание то есть аэробные нагрузки вот так вот поэтому можно можно только вопрос в том что люди поэт полный они не обладают такой-то силы воли и мы обычно после пиковой нагрузки нужно восстанавливаться долго если они никогда не занимались у них нету не волевых это качество бы продолжить не такой-то компенсации чтобы вообще восстановиться потому что вот смотрите если тренированный человек восстанавливается до нижней зоны вот до нижней и чсс кардиозоны когда идет сжиросжигание от 160 до 120 вот он уходит до 120 ему достаточно 30 секунд и он остальные полторы минуты уже можно сказать работает вот в этой кардиозоне 120 которая для него вполне нормально если он вообще там раньше каждый день еще бегал там по десятке и то есть для него это вообще как бы не нагрузка вот то для толстого человека полного который никогда не занимался у него за и за две минуты то еле еле восстановится поэтому им потребуется больше перерыв и и соответственно интервальный тренинг уже поломан будет две минуты это вообще максимум да вот такой вот низкая нутриноцированного тренинга если мы хотим развивать какие-то качества и заниматься сжиросжиганием серьезно потому что есть интервальные тренировки когда конечно там интервалы длинные и более высокой нагрузки и более низкой нагрузки они такие-то пролонгированные во времени там до двух минут и даже до четырех иногда бы есть интенсивная работа даже до 10 но это для тренированных для очень вот потом мы низко там интенсивная тоже там и столько же по времени это и даже даже такие есть с методики но мы классику рассматриваем вот и поэтому собственно говоря для тех кто только начинает заниматься лучше тренировка линейная надо на линейной тренировке натренировать свою сердечно-сосудистую систему справляться с нагрузкой в спокойном ну не спокойно пускай даже в интенсивном но ровном режиме линейном и это уже будет вот как раз вот эта тренировка и будет частью низкоинтенсивного тренинга при интервальной когда вы переходите от линейного тренинга к интервальному то вы к своей линейной тренировке просто добавляете высокой вы высокоинтенсивные интервалы то есть вы там как бежали раньше так и бежите труссой предположим только делаете через каждые две минуты ускорение 100 метров вот у вас получается более высокой интенсивной тренировка за счет того что вы включаете интервалы ну и конечно не лишним будет сообщить сказать что значит интервальный тренинг это не только же при беге это вообще при любом виде нагрузки при плавании можно применять при езде на велосипеде при цикловой круговой тренировки при какой-то то есть это не имеет значение вообще никакого важно просто построение вот этих сам циклов высокой и нотинтенсивной анаэробной части который перемежается с низко но интенсивной или средней интенсивной аэробной частью вот и все вот в принципе вот если бы я это все рассказал вчера на радио это был бы довольно полноценный рассказ а так там получилось конечно каратенечко ну я вот компенсировал тем кто мне сегодня посмотрел и тем кто посмотрит потому что это перекину потом куда-то там youtube там и сообщества свои в корректуру выложу на сайт самки корректура так что обязательно подписывайтесь в сообщество всех на всех самоканалах в корректуре это будет вот и самоловите значит эфиры потому что частенько такие подкасты я записываю все всем пока оставите комментарии если после этого это видео и буду очень рад вопросы зададите постараюсь на все на них ответить всем пока так теперь как выключается вот так вот наверное